Добрый вечер, господа. У микрофона Юрий Прайнко. Это Финам.ФМ и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». В ближайшем часе мы будем обсуждать тему, которую я обозначил следующим образом. В России построен госкапитализм. Нужна ли новая шоковая терапия? В моем личном блоге в LiveJournal я получил разные комментарии на эту тему. И многие из читателей, фолловеров считают, что да, шоковая терапия нужна, но не народу. А тем, кто сейчас считает себя небожителями или власти придержащими, на самом деле тема куда более серьезная. За последние 10 лет действительно в стране, в российской экономике, был удален главный принцип, который позволяет развиваться, неважно в политике или в экономической области, это принцип конкуренции. Он был просто аннулирован, девальвирован. И вместо этого были созданы госкорпорации, госкомпании. И этот процесс на самом деле продолжается. При этом все прекрасно понимают, что реляции власти о стабильной социально-экономической ситуации, в общем-то они во многом эфемерны. По одной простой причине, что зависит от конъюнктуры цен на сырье, причем на мировом рынке. Я вам представляю моих гостей, которые уже здесь, в московской студии «Финам-ФМ». Это Сергей Жаворонков, старший эксперт Института экономики переходного периода имени Егора Тимуровича Гайдара. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Это Николай Арефьев, заместитель председателя Комитета Госдумы России по экономической политике, член фракции КПРФ. Николай, добрый вечер. Добрый вечер. И мы ждем Игоря Руденского, председателя Комитета Госдумы по экономической политике, но уже члена фракции «Единая Россия». Напомню, средства коммуникации. Многоканальный телефон 65 10 99 6, код Москвы 495 для ваших телефонных звонков. «Финам.ФМ» – наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет уже и прямая веб-трансляция. Можете слушать, смотреть. Можете пользоваться и моим личным аккаунтом в Твиттере. Туда также направлять свои комментарии и вопросы. Давайте я с вас начну. Как эксперт, то есть человека, который вне политических течений находится, но анализирует складывающуюся ситуацию. На ваш взгляд, нынешняя статус-ко в России действительно можно охарактеризовать как госкапитализм? Или иначе? Ну, безусловно, начиная с середины нулевых годов, доля государства в экономике увеличивается. Это видно и по цифрам. Она там выросла примерно на 7% ВВП. Но и особенно это видно в таких секторах, как, скажем, банковский сектор и топливно-энергетический сектор. Там процессы концентрации идут еще более быстрыми темпами. До дела ЮКОСа у нас государство контролировало добычу порядка 10% нефти. После ЮКОСа и поглощения СИБ нефти стало 35%. Вот теперь мы уже подбираемся к 50%. При этом люди, которые заинтересованы в разрастании госсектора, они, в общем, никак не соизволивают отчитываться о своих успехах. То есть, что такое частный бизнес с точки зрения либерального экономиста? Это такая конструкция, которая платит налоги, дает рабочие места и в идеале от государства ничего не требует, кроме как разумных законов и умеренных налогов. А что такое государственная компания в России? Это компания, которая считает, что бюджет должен ей денег налогоплательщиков, а оно всегда оправдается плохими рыночными условиями за любые результаты своей деятельности. У нас сейчас многие и госкомпании, и госбанки убыточны. Кстати, ровно такая же ситуация была в начале 90-х, когда были нефтяные компании, ликероводочные заводы убыточны. Собственно, они, понятно, что на самом деле не убыточны. Просто прибыль там приватизирована в пользу менеджмента этих компаний. То есть, на самом деле, бенефициары существуют, и это не нечто неопределенное, а это конкретные физические лица, которые являются бенефициарами и конечными получателями прибыли. Или распилы этих денежных потоков. Да, да, при этом они действуют на рынке в привилегированных условиях относительно других компаниях. Нам очень тяжело говорить о поддержке малого бизнеса и конкуренции. Это Сергей Жаворонков. Николай, вот смотрите, коммунисты всегда выступали, да и выступают, да, за национализацию, за то, чтобы крупные активы были в государственной собственности. Но, по-моему, вот ваши тезисы, да, я имею в виду партии КПРФ, воплотил Владимир Владимирович Путин, нет? Нет. Никак нет. Вот вопрос о государственном капитализме я бы поставил несколько в другую плоскость. Давайте. Во-первых, государственный. Во-вторых, капитализм. Разделить два этих понятия. Если государственное, то должно быть государство. У нас государства нет. У нас есть, как она называется, организованная преступная группировка, которая позволяет себе делить все национальное состояние между собой, не делясь ни с народом, ни с самим государством. А что касается капитализма, я его тоже не вижу, откровенно говоря. Потому что, ну, я был в капиталистических странах, я примерно представляю, как себя ведут капиталисты. Если капиталист бы получил какое-то шикарное предприятие от Советского Союза, да он бы в него вложил еще средства, и оно бы крутилось, и давало бы ему еще большую прибыль. У нас я не нахожу таких капиталистов. Они получили то советское достояние, которое им досталось, бесплатно, промотали его, ни копейки не вложили, и сейчас потихонечку сворачивается реальный сектор экономики, от которого уже остались рожки-доножки. Если посмотреть структуру нашего производства, вернее, экономики, то она довольно удручающая. В экономике у нас 35% занимает промышленность, менее 4% занимает сельское хозяйство. Остальное – это услуги и спекулятивный капитал. Так вот, если взять промышленность 35%, то там 30% нефтегазовый сектор, а 5% – это вот реальный сектор экономики, который остался от Советского Союза. Ну, о чем говорить? Если около 75 тысяч промышленных предприятий и организаций просто ликвидированы в условиях капитализма, так какой же это капитализм? А я хочу понять, по версии коммунистов, спекулятивный бизнес – это какой вид предпринимательства? Какой? Спекулятивный бизнес. А это фондовые биржи, это торговля недвижимостью, это ценные бумаги, это вот все то, на чем сегодня живет весь мировой капитализм. Я считаю, что делать из денег деньги – это преступление, потому что только товарное производство выводит страны из кризиса, и товарное производство работает как двигатель прогресса. А вот делать из денег деньги – это вообще вселенское преступление. Его не должно быть. Я хочу, чтобы вы это прокомментировали, потому как ведущие страны, ну, я не хочу их называть, знаете, там, измы вот эти применять, капитализм, социализм, да, разные модели уже давным-давно интегрировались друг в друга, да, но тем не менее, в западных тех же странах финансовый рынок – это мощнейший сектор экономики, который позволяет в том числе развиваться, ну, скажем так, в том, что в России называют основным реальным сектором экономики. Ну, на самом деле, Россия сейчас похожа по своей структуре ВВП на большинство развитых, развивающихся стран. У нас доля услуг составляет, так же, как и там, порядка, там, 50-55%. Кстати, есть страны вроде США, где она еще выше. А с точки зрения же структуры экономики, идеальная модель экономики диверсифицированная, сбалансированная. Если угодно, вот посмотрите на Швейцарию. Это страна, в которой существует одновременно и развитый банковский сектор, и прекрасно существует и реальное производство, и высокие технологии, и андронный коллайдер, и так далее. В общем, одно другому не противоречит. Другое дело, что да, есть страны, которые, по сути, выступают в роли офшоров, и это является одним из основных их источников дохода, ну, такие, как, например, там, Кипр или Исландия. И на такие страны надо смотреть осторожно, потому что эти страны сильно зависят от перетоков спекулятивного капитала. И, в общем, действительно это не очень хорошо, когда, значит, у тебя, вот, так сказать, основной ВВП страны там находится только в финансовом секторе. Ну, вы знаете, у меня, на самом деле, с другой стороны, претензии к нынешнему государству и тем, кто сейчас управляет экономикой, в том числе нашей страны. Эти люди не, кроме важных заявлений о мировом финансовом центре, они, на самом деле, не способствуют развитию финансового рынка. Ведь, если даже рассмотреть тот же банковский сектор, мы же с вами прекрасно понимаем, есть Сбербанк и все остальные. Ну, есть Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ и Газпромбанк, которые получают... Расширенный список, скажем так. ...которые фактически получают бесконтрольное финансирование ЦБ. В этих условиях, кстати, наблюдается отток тех же западных банков из России за последние годы. Я почему вот, Николай, вас спросил об этом, да? Я хочу понять, нам сейчас надо будет на новости уходить, и, наверное, мы после новостей продолжим эту тему. Ни для кого не секрет, что есть разные формы привлечения капитала для развития основного производства. Это кредиты, это финансовый рынок, я имею в виду фондовые составляющие, акции, облигации, либо деривативные инструменты, и есть госинвестиции. Вот я этой теме хочу уделить самое пристальное внимание. Сразу после новостей мы продолжим. И я надеюсь, что до нас доедет Игорь Руденский, депутат Единороссов, он председатель парламентского комитета по экономической политике. Все-таки хотелось бы услышать его взгляд на то, что здесь построено у нас в России, госкапитализм или госсоциализм. Я уж не знаю, что здесь за эти 12 лет построили, но что-то все-таки возвели. 19 часов 18 минут, реальное время Финам-ФМ. Здесь Сергей Жавронков, Институт Гайдара, и Николай Арефьев, сам председатель комитета Госдома по экономической политике, член фракции КПРФ. До сих пор мы так еще не дождались Игоря Руденского, Единоросса, председателя вот этого парламентского комитета по экономической политике, но я надеюсь, что он до нас доедет. Вы можете звонить на 65 10 99 6, код Москвы 495, финам.фм, писать на наш портал. Там идет и прямая веб-трансляция. В центре нашего сегодняшнего реального времени в России построен госкапитализм. Нужна ли новая шоковая терапия? Николай, вот все-таки продолжая эту тему привлечения, да, ассигнований на развитие, давайте, основного производства, которое самортизировано за эти годы, просто там колоссальный минус, и вы лучше меня знаете, в каком положении находится российская экономика. Есть вот разные способы, да. Если вы мне скажете, это госинвестиции, я вам сразу парирую. Это распил, это чистой воды распил. Я не хочу приводить эти примеры, да, они у всех на слуху. Пожалуйста. Это еще раз только подтверждает вот этот распил. Он подтверждает, что у нас нет государства, нет контроля. Что у нас любые... Ну подождите, вы же депутат государственный. Ну и что государственное, я же не обладаю контрольными функциями. У нас есть счетная палата, которая докладывает нам. Вот, министерство обороны проворовалось, министерство регионального развития проворовалось, Роскосмос проворовался. Сегодня, читаю в газете «Метро», 12 миллиардов украли на саммите во Владивостоке. Каждый день воровство, воровство, миллиардами, десятками. Это говорит о том, что нет государства... Ну так давайте сделаем ставку на частный бизнес. У нас на частный бизнес сделана ставка. Вот в 92-м году частный бизнес пришел на смену государственному. Нам говорили, что приватизация это инструмент экономический, Когда государство не справляет с своими делами, отдаем в частные руки, все поднимается и, пожалуйста, работает. Не справляет частник, давайте отдадим государству. Оно вложит свои государственные средства и поднимет экономику. Что получилось? Отдали частникам. Я уже сказал, что 75 тысяч промышленных предприятий закрыли, 29 тысяч колхозов и совхозов уничтожили. Все покатилось. Мы теперь говорим, ну неэффективно работает российский собственник. Давайте вернем назад в государственную собственность, поднимем, а уж потом делайте... То есть опять отдадим в управление чиновникам? А что вы боитесь чиновникам? В советское время разные были чиновники. Но ваш классик в свое время, Карл Маркс, сказал, государство это частная собственность бюрократии. Ну, мы живем в реальном мире. Я не обогатворяю, так сказать, советскую экономику, но такого произвола, как сегодня, не было. Целыми министерствами не разворовывали государство. А были, конечно, всякие вещи, и жулики, и воры, и коррупционеры. Ну, о масштабах соглашусь. Это было в таком дозированном варианте. Но не как сегодня. Сегодня уже вообще это ни на что не похоже. Ну, то есть вы за национализацию, за госинвестиции. А контроль вы как будете обеспечивать? Вот как вы будете контроль над этими слугами народа обеспечивать? Вы знаете, он есть и сегодня. Все меры контроля есть. Есть уголовный кодекс, есть прокуратура, есть счетная палата. Весь вопрос, что нет правоохранительной системы. Она работает по позвоночному праву. Сказали ФАС на это. А если национализируем, то она появится? Вот стояли, сказали ФАС, ведь Сердюков, лучший министр обороны страны, лучший, это по словам Путина. Где он теперь? Сказали ФАС, убрали. А не сказали бы, до сих пор бы он разграбил армию. Но я еще хотел сказать, что вот говорят о госкапитализме. Это вопрос, откуда взялся? От того, что нефтянка и газовый комплекс все еще в большинстве своем находятся в государственном управлении. Вот, лакомый кусок надо прибрать к частным рукам. Вот где распил должен произойти. Поэтому и ставится вопрос, государственный капитализм. Да нет никакого государственного капитализма. А вот нефтянку категорически, я согласен, не отдавать. И наоборот, все скупить и отдать государственной собственности. 60% доходов идет от нефтянки. Если мы это еще отдадим частникам, ну а на что государство вообще будет жить больше? Реально вот сектор экономики нет. Так а если этого государства нет, Николай? Я вам просто парирую. Это коммунист Николай Арефьев, Сергей Жаворонков. Ну, смотрите, мы наблюдали уже в начале 90-х, когда у нас нефтяные компании «Газпром» и его дочерний «Межрегионгаз» были крупнейшими должниками бюджета. Вот такое у нас было прекрасное государство, такое было прекрасное управление государственной собственностью. Когда заработал закон о банкротстве в конце 90-х, они чуть мимикрировали. Они в основном теперь работают с прибылью, но очень небольшой. Хотя, впрочем, есть, конечно, герои, как, так сказать, ВТБ или там Интеррау, которые работают и с убытками. Собственно, ведь давайте сравним, как у нас обстоят дела, скажем, с добычей газа и с добычей нефти, когда одна из этих сфер монополизирована «Газпромом», а вторая, ну, сейчас на 50% будет частной, а 10 лет назад была на 90% частной. Ну, вот цифры за 10 лет. Добыча газа выросла на 14 с небольшим процентов, добыча нефти и нефтепродуктов выросла на, там, 58%. При том, что если мы возьмем период до начала активной фазы национализации, там, 2004 года, то эти цифры будут еще выше. Вот нам говорят, что мы найдем волшебных чиновников, которые не будут воровать. Вот, собственно, к этому сводится уверение левых, когда они говорят о хорошем госсекторе. Вот путинские чиновники воруют, а назначьте нас, мы воровать не будем. Ну, вот... Вот такая логика. Да, такая логика, ну, так сказать, насколько она разумна судить избирателям. Синя, ну, все-таки, да, если бы еще у избирателей было право выбора, понимаете, тут я бы за это. Как сегодня сказал Дмитрий Медведев, да, изберут до рука губернаторам, ну, значит, сами виноваты. В интервью, правда, финским СМИ. Я бы хотел вот спросить, а можно найти такого капиталиста, который бы вот, значит, работал очень эффективно? Вот я сказал, сколько предприятий сельского хозяйства и промышленности уничтожено. Давайте, Сергей, примем. А как же это вот, кто же ими руководил? Ну, вот смотрите, мы... Часные собственники, и почему же их уничтожили? Мы про нефтянку стали много говорить, давайте продолжим. Ну, коль скоро она доминанта в российской экономике. Вот у нас есть два крупнейших месторождения, которые были разведаны еще в советское время. Штокмановское и Приразломное. Они в течение 20 лет находились в руках то Газпрома, то Роснефти, то Росшельфа. Это тоже, так сказать, некая специальная государственная контора, где была, держала лицензия. Добыча не начата до сих пор. Давайте сравним с приобским месторождением, полностью запущенным ЮКОСом на собственные средства без каких-либо дотаций из бюджета в 2004 году. Давайте посмотрим на увадскую группу месторождений ТНК-БП, это север Тюменской области, как бы, ну, так, каламбур, север-юга Тюменской области. То есть, юридически это область, а не автономная округа. Тоже полностью на деньги частного собственника запущено месторождение. Я не говорю уже о таких гигантах, как, скажем, вот недавно проданный, значит, иностранцам Вимбельдан. Крупная пищевая компания была создана с нулем государственных кредитов, с нулем государственных брендов. Вот, все это создано на пустом месте частным собственником. Николай? Так что, примеры есть? Ну, пример это очень незначительный, можно компанией одно за другой там называть, но дело в том, что мы потеряли весь реальный сектор экономики. Весь, в том числе ВПК. У нас осталась одна нефтянка и газ, из-за которого, вот, собственно, и идет драка. А больше драться не из-за чего. Ни машиностроения, ни судостроения, ни авиастроения, в общем-то ничего нет. Мы сегодня... Ну, подождите, вот за последний год, вы в этой только думе или вы в предыдущей тоже были? Ну, я, в общем-то, третий созыв, только в предыдущей я не был. То есть, ну, вы хорошо знаете, да, про эти законы о госкорпорациях. Знаю, да. В каждой бочке затычка. Авиастроение, судостроение, нанотехнологии, Росттехнологии, и пошло-поехало, да? Все это имеет приставку ГОС. Все это регулируется отдельными законами по каждой госкорпорации. Это только крыша. Николай, это торжество коммунизма. Это только крыша. На самом деле, возьмите ОАК, Объединенная авиационная компания. Нет, потому что ничего нету. А ничего и не будет, потому что это все сделано только для фикции, а на самом деле ничего не делается. А чего вы решили, что если вновь это вернуть, ну, опять-таки, и возвращать не надо, это же в госсобственности находится. Что что-то изменится. Не полностью, там определенный пакет акций в каждой корпорации. Судостроительные компании, авиационные компании, там этих госкорпораций много. Но ведь когда объявляют приоритет, допустим, авиационному строению, и закупают в Америке в это же время 50 Боингов, тогда я не понимаю, какой приоритет. А для кого будет работать наша авиация? Конечно, не могут сделать. Ну, не могут сделать. Ну, делали же самые лучшие самолеты были наши в советское время. И сколько модификаций делали. А теперь не могут. Это говорит о том, что как раз частный собственник, извините, ни хрена делать ничего не умеет. А? Раньше делали. Ни хрена частный собственник. Ну, смотрите, я не большой специалист по авиационной промышленности, но, скажем, Воронежское авиационное предприятие, насколько я помню, контрольный пакет там находится у государства. Значит, корпорация Иркут, контрольный пакет у государства. МАПО-МИК, контрольный пакет у государства. Вот, так мне, я с трудом могу вспомнить, разве что Самарский авиакор, который в конце 90-х был приватизирован. Но это вот я один вспомнил. То есть форма собственности государственная. Даже если есть некоторые публичные компании, да, но там либо блокирующие, либо контрольные пакеты у государства. Ну, скажем так, авиационная отрасль, как сельское хозяйство, это действительно очень специальная вещь. Давайте так, подождите, мы сейчас уходим на новости. Вот очень интересно, что у нас идет дискуссия в реальном времени либералов и коммунистов, да, а вот единоруса до сих пор нет. Надеюсь, появится. 19 часов 31 минута, реальное время Финам.фм, меня зовут Юрий Пранько. Мы продолжаем обсуждать тему в России построен госкапитализм, нужна ли шоковая терапия. Здесь Сергей Жаворонков, Институт Гайдара, Николай Арефьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. И к нам присоединился Игорь Руденский, председатель Комитета Госдумы России по экономической политике, член фракции Единая Россия. Звоните, пишите, господа. Игорь, вам сейчас, я такой небольшой приоритет даю, да, я так понимаю, вы слышали половину нашей программы. Давайте, вот ваши комментарии. Вы знаете, нам не нужна ни шоковая терапия, нам нужно единственное, очень грамотно распоряжаться своим имуществом. Мне кажется, все наши сегодняшние корпорации, о которых шла речь, являются локомотивами. Локомотивами, в первую очередь, я считаю, и по инновациям, локомотивы по инвестициям, ну и, конечно же, по промышленному производству. Иллюстрируйте примерами. Ну, примеры очень простые. Во-первых, вы сегодня не получите ни один кредит, особенно крупный, кроме как внешнеэкономбанк, внешнеэкономбанк, правда? Сбербанк, все это, в общем-то, госбанки, да, ну, это не госбанки, но банки с большим госучастием. Все, что касается корпорации, ну, корпорации РЖД, вы железную дорогу сегодня не построите, правда, без госучастия ничего вы не сделаете. Все, что касается остальных корпораций, ну, Роскосмос, понятно, вот, и, соответственно, там, Росатом, я считаю, очень эффективная у нас сегодня организация. У них грандиозный план и достаточно большие средства инвестируют. И вообще, мне кажется, что сегодняшние корпорации являются локомотивами в плане инвестиционного развития страны. Другое дело, можно говорить об эффективности их управления. Там есть, конечно, проблемы, как говорили, есть элементы коррупции, воровства, да это везде есть во всем мире. Почему мы все время говорим, что у нас все плохо? Я не хочу во всем мире, Игорь, меня интересует только Россия. Нет, Россия, я согласен, нам надо наводить порядок, но нам не надо себя все время сечь плеткой, понимаете? Такое чувство, что только у нас плохо, везде хорошо. На самом деле, и вы знаете, в Китае борются с коррупцией, и каждую неделю показывают по телевизору, как они с этим борются, и достаточно, может быть, и эффективно, но это все другое. И там тоже воруют, я не хочу сейчас сделать. Но я бы хотел сказать, что да, наряду с тем, что у нас сегодняшняя госкорпорация приносит нам буквально практически половину бюджета страны, ну, соответственно, мы, конечно, должны более пристально с ними обращаться и на них смотреть. Ну, кстати, ничего не нужно выдумывать. Президент в своих указах от 7 мая все расписал вплоть и до корпораций, что надо с ними сделать, что там должно быть эффективное управление, что они должны 3-5% от своего выручки инвестировать в инновационные проекты и продукты, что, соответственно, они не должны входить в капитал других компаний, что они должны избавляться от непрофильных активов. И все там расписано. Просто бери и исполняй. Все замечательно, все хорошо. Сколько сейчас процент поступления от углеводорода в федеральном бюджете? 60%. Ну, да. Я бы сказал, 50%. Ну, половина большая, большой процент. Ну, и хорошо. А что мы все время уповаем на то, что это плохо? Надо просто пользоваться грамотным этими ресурсами. На самом деле мы большие средства накопили сегодня в резервном фонде. Да, это может быть, с одной стороны, оправдано, но мы сегодня говорим Минфину, что нужно больше средств, уже имея такие резервы, начинать инвестировать. В первую очередь в инфраструктуру. Нам нужно строить, конечно же, новые скоростные дороги, особенно железные дороги, запускать высокоскоростные поезда. У нас достаточно, ну, я считаю, не очень хорошо развито межрегиональное сообщение. Нам нужно объединить страну. И сегодня я знаю, что попытки именно нашего правительства в этом направлении разработать программу есть. Источники финансирования. Источники финансирования. Источники финансирования. Опять же, мы говорим, что нужно диверсифицировать экономику, о чем мы всегда говорим, что надо менять структуру экономики. Источники одни. У нас есть поступления, достаточно большие, от нефти и газа, которые поступают в резервный фонд. Из госинвестиций. Можно, конечно, а мы сегодня других не найдем. Ну, посмотрите, как живет весь мир. А что так, Игорь, а почему? Вот давайте так договоримся, я не хочу про мир говорить. Мир освещает контора на яме у нас. Вот она про мир говорит 24 часа в сутки, называет себя информационным каналом. Мне мир не интересен, мне интересна только моя страна, да? Почему только госинвестиции? Почему экономика монополизирована? Вы, кстати, согласен, что российская экономика монополизирована? Ну, отчасти, я бы так сказал. Конечно, нельзя говорить, что она полностью монополизирована. Но такие серьезные направления, они за государством. Либо государственными бенефициарами. Да в этом нет ничего плохого. Что мы все время говорим, что это плохо. Ну, слушайте, ну как ничего плохого? А потом, знаете, у нас госканал рассказывает о том, что бывший министр обороны с оборонсервисом и так далее. Мне, кстати, жалко уже Сердюкову. Он стал таким, простите, козлом отпущения за всю систему. Вот я больше, чем уверен, вот эти все госинвестиции, если проанализировать, по-взрослому, да? Если бы парламент имел такие контрольные функции, я надеюсь, когда-то они у вас появятся. Много чего интересного вы бы нам рассказали. Ну, на самом деле, я не знаю, как бы в чем там сегодня, как бы, обвиняют Сердюкова. Я думаю, что в этом должен разобраться, соответственно, суд и вынести решение. Я думаю, что не надо сейчас ни о чем судить. А все, что касается инвестиций, вы знаете, что действительно сегодня сложная ситуация в мире. Мы должны свою оборонную промышленность восстанавливать. И мы огромные средства туда инвестируем. И это правильно. Я сам состою во многих комиссиях правительственных. Я знаю, что эти средства доходят до наших получателей, до наших крупных предприятий оборонных, оборонной промышленности. Проходят через систему разворовывания. Нет, не через систему разворовывания. Главная военная прокуратура от 30 до 40 процентов оборонзаказа разворовывается. Вы знаете, я вам говорю, я не знаю, что говорит генпрокуратура. Я знаю, что мы сегодня предприятия, которые находятся на грани банкротства, да, стратегические предприятия, вытаскиваем, соответственно, выдаваем субсидии. Достаточно приличные субсидии для того, чтобы они восстанавливали производство. Восстанавливают? Конечно. Сегодня на самом деле возрастает гособоронзаказ. Мы должны модернизировать все наши заводы, особенно оборонного комплекса. Как мы будем выполнять этот оборонзаказ? Игорь, оборонзапровергаете тогда заявление главной военной прокуратуры, что от 30 до 40 процентов оборонзаказа разворовывается? Вы знаете, я таких заявлений вообще не воспринимаю на слух. Пусть заводят. Зачем мне в интернете? Нет, тогда пусть заводят уголовные дела главной военной прокуратуры. Несчетная палата в прошлом году сказала. Несчетная палата вообще рот. 50 процентов сказала. Я не знаю, с чего они берут. Пожалуйста, пусть тогда находят виновных и пусть с этими виновными соответствующим образом разбираются. Здесь согласен. Была бы еще такая система, как независимость суда. Но тема другого разговора. Это Игорь Руденский, представитель парламентского комитета по экономической политике, член фракции «Единая Россия». Господа, я хочу, чтобы вы сейчас прокомментировали. Давайте Сергей Жаворонков, затем Николай Ариф. Сергей. Ну, я для начала хотел обратить внимание на забавный политологический факт. О нем мало известно. Вот вы говорите о сходстве экономических позиций «Единая Россия» и КПРФ, о том, что и те, и те поддерживают госкапитализм. А вы обратите внимание, что географическая зона поддержки Путина, она совпадает с географической зоной поддержки Зюганова в 96-м году. Это село, это национальные республики, это малые города. Вот, кстати говоря, есть такой забавный факт. Ну, а в целом из нашего диалога можно было бы попробовать вырулить на какую-то результирующую, если бы мы договорились о следующем. Я думаю, что те государственные корпорации, которые признаются правительством важными, которые получают бюджетное финансирование. Как я сказал, локомотивами. Да, они локомотивы. Вот через какое-то время они либо должны показывать соответствующий финансовый результат, либо они должны закрываться. Как это бывает в частном бизнесе. Вот вы открыли проект, инвестируете сначала. Если прибыли нет, вы его закрываете. У нас получается, что можно десятками лет обещать, там, истребители пятого поколения, еще какую-то мутотень, в которой 99% населения просто не разбирается. И, значит, вот, говорит, ну что, высокотехнологичный продукт, давайте еще денег. Это Сергей Жаворонков, Институт Гайдара, Николай Рефев, КПРФ. Значит, несмотря на то, что мы за национализацию базовых отраслей экономики, в том числе и нефтегазового комплекса, и топливно-энергетического, и ВПК, но аналогии между КПРФ и Единой России или Путиным, допустим, проводить абсолютно нельзя, потому что наш закон о национализации не был принят, Единой России был отвергнут. Ну, а второе... Я просто понял, Сергей, это электоральная база, да? А второе, что так беспокоиться о государственном капитализме, если его скоро не будет, потому что создана структура Роснефтегаз, которая в ближайшие годы скупит все акции топливно-энергетического комплекса, в том числе акции Роснефти, Газпрома и других добывающих организаций. Значит, а затем вот этот Роснефтегаз, весь ТЭК российский будет продаваться, будет приватизирован. Ну, точной программы этой приватизации нет, но уж крупняком сразу загонят в такие руки, я чувствую, что у нас и нефть, и газ останутся только рожки. Николай, а вдруг появится массовый миноритарный акционер благодаря такой сделке? Не появится. Уже сделана оговорка, что государственные компании вот в этом делиже нефтегаза участвовать не будут, а иностранцам будут открыты все преференции для того, чтобы участвовать в торгах распродажи вот этого Роснефтегаза. Это коммунистик Николай Рефьев. Игорь, я хочу, чтобы вы это все прокомментировали. Ну, вы знаете, здесь какие-то две крайности. Или у нас все сегодня, да, заберет государство, а потом попадет в чьи-то руки. Или мы, например, эти корпорации должны сегодня распродать, иначе они будут неэффективными. А если они неэффективны, они должны закрыться. Мне кажется, надо поступать, как весь мир поступал. Сначала развивают эти корпорации, вкладывают в них деньги, а потом, конечно, пакеты приватизируются. Государство получает от этого прибыль. Соответственно, эти корпорации продолжают работать. Если они работают неэффективно, как в свое время, помните, с Рено было? Рено у нас переходило из рук в руки несколько раз на нашем веку. После войны, помните, сначала, соответственно, государство поднимало предприятие, потом продавало за приличные деньги, потом опять приходил собственник, и каким-то образом, если он неэффективно распоряжался имуществом, опять государство у него выкупало, опять вкладывало средства, опять поднимало это предприятие и, соответственно, опять продавало. И все время государство выигрывало. И люди выигрывали, которые работали на этих предприятиях, получали зарплату, соответственно, платились налоги. Если судить по аналогии с тем, что сейчас говорили мои товарищи, кто сказал, что нужно, соответственно, закрывать неэффективные предприятия, корпорации, ну, по такому принципу надо было закрыть автоваз. Правда? Правда. И показали сейчас эти люди. А почему... Поэтому государство спасло автоваз. И сегодня мы говорим о том, что государство вправе распоряжаться этим пакетом и продать, например, пакет акций, приватизировать, вернуть себе деньги, сохранив рабочие места. Сергей. А почему вся страна из 140 миллионов человек должна кормить 100 тысяч человек в Тольятти? Вот это единственное предприятие из наших предприятий, которое имеет такую фантастическую численность рабочих. Там сейчас ее до 90 тысяч, по-моему, снизили. Для сравнения, вот построены автомобильные гиганты в Ленинградской области, в Калужской области... Автокластеры. Да. Численность работников 5-6-7 тысяч человек. Игорь, коротко ответ. Ну, я бы хотел сказать, что, с одной стороны, мы сегодня привели сюда, да, отверточные производства. Но, слава богу, сейчас они ведут уже более углубленные производства. То есть запчасти производятся уже на территории России отчасти. Volkswagen, по-моему, полная локализация. Но здесь же надо думать и о людях, правда? Что значит 100 тысяч мы выбросили бы на улицу? А это семьи еще плюс семьи плюс целый город. Вы выбросили, да? А как? А цена вопроса... Ну, а как закрыть предприятие? Сколько государств? 80 миллиардов. Ну, в гугольной отрасли это произошло. 80 миллиардов. Но я вас уверяю, что если сегодня... Так мы же приватизируем. Туда пришли иностранные компании. Сегодня эти средства будут возвращаться. Возвращаться государству, в том числе и через налоги, которые будем мы, соответственно, зарабатывать. Мы сейчас уйдем... И огромное количество рабочих мест. Как можно с людьми так поступать? Мы сейчас уйдем на кратке узких новостей. Здесь Игорь Руденский, Единая Россия, Сергей Жаворонков, Институт Гайдара, Николай Арефьев, КПРФ. После новостей ваши письма на финам.фм. Пока идут новости, пишите. И после них звоните на 65 10 99 6. Код Москвы 495. Игорь Руденский, представитель парламентского комитета по экономической политике, член фракции Единая Россия, Сергей Жаворонков, старший эксперт Института Гайдара и Николай Арефьев, депутат Госдумы, член фракции КПРФ. 65 10 99 6. Код Москвы 495. Финам.фм. Наш портал в интернете для ваших писем. Николай, вы вот мне за эфиром сейчас сказали о своем несогласии. Если можно, лаконично, и мы перейдем к слушателям. Пожалуйста. Ну, я не согласен с тем, что у нас государственный капитализм. Я обрисовал роль государства в экономике. А что у нас сейчас тогда? То есть у нас ни социализм, ни капитализм, а что? Я сказал, что это организованная преступная группировка, где нет защиты ни бизнесу, ни гражданину. А поэтому государство не защищает даже экономику и бизнес. Вот, смотрите, мы говорили сейчас об автовазе. Надо ему помогать или не надо? Автоваза скоро не будет. Вот Игорь Николаевич не даст соврать. Когда мы прорабатывали меры защиты, тарифные защиты наших предприятий, в частности, и для автомобильной промышленности, были у нас рекомендации отрегулировать акцизами вот те убытки, которые понесут наши предприятия в связи с тем, что понесутся ввозные таможенные пошлины. Ввозные таможенные пошлины в 2013 году снижаются на 2,4%. Но при этом государство не понижает акцизы, а повышает на 6%. Так кто будет дешевле, вернее, чья продукция будет дешевле, наша или зарубежная? Да, естественно, зарубежная. И, естественно, наши автомобили перестанут брать и закроется автоваз. Это уже, в общем-то, вопрос почти решенный. Мы говорим, нужны государственные монополии или нет, смотря какие. Почему-то вот эти нефтяные и газовые государственные монополии выживают, а вот монополии реального сектора, вот я очень болею за объединенную соцтроительную компанию, объединенную авиационную компанию, а там никакого шевеления нет. Объявили о государственной корпорации, а дела-то никакого нет. Мы самолетов выпускаем по 10 штук в год, раньше 200 штук пассажирских самолетов выпускали. Слушайте, а можно без монополии вот как-то, а? Нет? Демонополизировать экономику вообще? В нашем государстве вообще нельзя. Мы говорим даже о монополию на водку, на табак, потому что то, что делают частники, это, извините, как слон в посудной лавке. Так что, Сергей, невозможно? Так что частный бизнес, ну, никак не оправдал себя в России. Сергей Жаванков. Я думаю, что радиослушатели помнят по советским временам качество советского пива, советской водки, советских сигарет. И водка замечательная была. Советских сигарет особенно. Вот, ну, тут без комментариев, без комментариев, так сказать, из чего они состояли. Нет, я хочу, чтобы вы прокомментировали фразу. Почему их перестали покупать немедленно, как только в 91-м году открылись границы? Обертки красивые стали. Да нет, дело не в обертках. Люди по качеству судят. Вот к автопрому. Вот что будет эффективнее, да, отечественный автопром или зарубежный? Я вам отвечу, и это видно, если мы посмотрим на показатели тех компаний, которые есть у нас. Выгоднее будет зарубежный автопром, работающий в России, с местной локализацией. Те, кто бывал в США, вот, знают, что там огромное количество ездит японских машин. Но эти японские машины никто не везет из Японии. Эти японские машины делаются в США на заводах, принадлежащих японским компаниям. В том же Детройте. Да, это правда. Игорь, я хочу, чтобы вы прокомментировали эту фразу по поводу организованной преступной группировки. Это политическое заявление. И второе, то, что, получается, власти, придержащие нынешние, да, они прикрываются просто словом государства. На самом деле, вот, как было приведено, был приведен пример по автопрому, да, вы там чуть ли не уничтожаете все. Ну, я думаю, что Николай Васильевич погорячился по поводу группировок. Я думаю, что... Преступных. Да, и то, что он говорит, что у нас сегодня частный бизнес, сегодня практически не играет никакой роли. Я вообще сторонник и выступал всегда сторонником частного бизнеса. На самом деле, за этим будущее, и это не надо отрицать. И многое, что хорошего привнес этот частный бизнес в нашу жизнь. Это все, что касается, в первую очередь, сферы услуг, промышленности, товаров повседневного спроса. Главное, чтобы у нас была здоровая конкуренция. О! Понимаете? Вот это, я думаю, все подпишутся под этим. Вот только, да, когда будет здоровая конкуренция, тогда будут и инновации. Когда будут, Игорь? Тогда будут перспективы. Когда? Ну, надо к этому стремиться. Мы, конечно, к этому идем. Достаточно просто медленно, но идем. Все, что касается госкорпораций, я считаю, точно так же их надо поддерживать. Они сегодня конкурируют на глобальном рынке. У нас сегодня на международном рынке некому конкурировать, кроме корпораций, как бы мы к ним ни относились. Поэтому их нужно сегодня поддерживать, а потом, соответственно, какие-то пакеты выставлять на продажу. Как это делает сегодня и президент, и как он об этом говорит. Поэтому в этом нет ничего плохого. Так что я за то, чтобы сегодня у нас существовал и, соответственно, государственный сектор экономики, и, конечно, частный сектор, чтобы развивался. Но самое главное, чтобы и тот, и другой был эффективно работающим. Давайте пообщаемся теперь со слушателями. 65 10 99 и 6, код Москвы 495, финам.фм, наше средство коммуникации. На портале идет прямая веб-трансляция. Добрый вечер, в эфире. Как вас зовут? Алло. Алло, добрый вечер. Алексей, Москва. Да, Алексей. Я хотел задать вопрос единороссу нашему. Вопрос в следующем. У меня каждый раз, когда говорят единороссы по теме промышленности, я хотел бы спросить, а где она, вот этот подъем, какую промышленность они подняли. И что касается автолаза, и 100 тысяч людей, которые, по словам, я, это, должно быть выгодно, ну, уволено, выброшено на улицу, как он сказал. Вопрос у меня следующий. Сколько было вложено за 5 лет туда инвестиций, и сколько можно было на эти деньги построить заводы? Ну, создать рабочих мест для этих людей. Да, Алексей, спасибо. Пожалуйста, Игорь. Наверное, меня с каким-то перепутали. Я выступал за то, что действительно мы сохранили это предприятие, это раз. Нет, была просьба назвать проекты, которые были спасены. Ну, и на самом деле, в кризис мы помогли действительно нашим предприятиям, многим, и корпорациям, в том числе и банкам. Я так понимаю, позвонил человек, который привержен либеральных принципов, опять все кинуть в рынок, и будем смотреть, кто выживет. На самом деле, мы спасли это предприятие крупное. Вы так либералов-то боитесь? Да я не боюсь, я их люблю, но просто не нужно делать так, чтобы действительно сегодня наши предприятия, многие, оказались на обочине. Как я привел пример, вот, например, с банковской системой. Если бы мы ее в кризис не спасли, соответственно, мы получили бы полный коллапс экономики. Хорошо, Игорь, вот я человек очень корректный, да? Банки вернули эти деньги, и сегодня... Где смартфон от Чемизова? Где смартфон от Ростехнологии, который он демонстрировал на всю страну? Ну, это надо спросить у Чемизова, понимаете? Это одна из госкорпораций. Ну и что, что это... Ну, я так понимаю, что если госкорпорации о чем-то заявляют, о своих инновациях, модернизации, о каких-то достижениях, пусть они перед президентом и перед всей страной отчитываются. Не отчитываются, в том-то и дело. Ну, так надо вот с этого и начинать. Не говорить об неэффективности и зачем они созданы, а о том, что действительно надо улучшать работу корпораций, чтобы они были прозрачными. Не отчитываются. Госкорпорации перед парламентом не отчитываются. Вот и все. Сколько сейчас госкорпораций у нас в России? Семь. Семь. Я так понимаю, уставной капитал формировался за счет государства. Конечно. Там миллиарды. Да? Там не рубли. Конечно, миллиарды. А что же за корпорации? Интересная система. Ушли миллиарды, и никто не контролирует. Класс. Нет, ну на самом деле их контролируют. Есть счетная палата. Вы на президента, по-моему, уже все повесили. Да нет, но есть счетная палата, которая контролирует, которая выносит заключение. И на самом деле там есть очень нелицеприятные вещи для корпораций. И, конечно... И к исполнению. Конечно, конечно. Ну хорошо, Игорь, я поверю, потому что я привык людям доверять. Николай, вы что-то хотели сказать? Я хотел сказать, что у нас контроль осуществляется выборочно. Где надо, знаете, какой контроль? Мышь не проскочит. А вот где они считают ненужным контролировать или так закрывать глаза, там все летит как под откос. Это говорит о том, что нет правового государства. Вот когда будет правовое государство, тогда и контроль будет, и воровать меньше будут. Я не говорю, что совсем не будут. Будут, но меньше. 90 процентов на 90. Вот у меня закон с 2002 года об аффилированных лицах. Если его принять, то коррупция на 90 процентов уйдет из Российской Федерации. Но ведь не принимают. Не принимают. Давайте еще послушаем звонки. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Алло. Алло. Да, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Денис. Город Москва. Я как раз предприниматель, то есть представитель тех планов посудной лавки, о которых говорили. У меня один комментарий, на самом деле, не вопрос. Я бы очень хотел, чтобы нам, гражданам Российской Федерации, не было стыдно за тех людей, которые представляют нас в парламенте. А некоторые вещи, о которых они сейчас говорят, они как раз заставляют нас, может, стыдиться. Денис, конкретно пример. С экономической точки зрения, они просто не совпадают, например, про то, что частный бизнес в России просто доказал свою неэффективность. Вы уж простите, но если мы говорим о государственных монополиях и о государственном бизнесе, то это как раз он является наиболее неэффективным в нашей стране. Так что не говорите откровенных каких-то, откровенного абсурда. И, наверное, нам не будет за что стыдиться. Да, я понял. Николай, это в вашу сторону по поводу частного бизнеса. Так ведь я же и доказал, в чем его неэффективность проявилась. Ну, а господин Жаворонков привел конкретные примеры других. То, что 70% предприятий закрылось, 29 тысяч колхозов и совхозов закрылось, 47 тысяч сельских поселений исчезло с карты земли. Значит, закрыто 21 тысяча школ, 43 тысячи детских садов. Это все статистика. Это я не придумываю. Статистика очень простая. Что ежегодно около миллиона юридических лиц открывается новых. И около миллиона юридических лиц фактически прекращает свою деятельность. Ну, она не закрывается, потому что это сложная техническая процедура, а просто перестает сдавать отчетность. Говорить в связи с этим, что кто-то страшно умер, ну, никаких оснований. Да нет, я говорю о советских предприятиях. Я эти юридические лица не считаю. Их там сотни тысяч. Я их не считаю. Я говорю о советских. Или скажите, как-то президент Путин сказал, что мы будем строить либеральную рыночную экономику. Я был на этой встрече, я сам лично своими ушами это слышал. Мы ее построим? Я думаю, что да. Спасибо. Игорь Руденский, Сергей Жаворонков, Николай Рефев. Реальное время. Финал Мафа.